У него самая идея, у него самая, я так и не понял, как правильно надо говорить, чтобы меня видеть. Но, наверное, сам факт того, что я не понял так правильно, уже сам по себе является оскорбительным. Или, к примеру, взять движение феминистов, вернее, его самую радикальную часть. Для радикально-феминистов сам русский язык является оскорбительным, потому что в нем преобладают мусплевные слова. Что является дискриминацией, что является, естественно, оскорбительным. То есть, по сути, девушки оскорбляются собственным языком. Для большинства носителей русского языка их собственный язык не является даже предметом каких-либо размышлений. То есть, они просто повседневно его используют, даже не задумываясь о том, что он оскорбительный. Но, будем честны, названия в профессии действительно превалируют на сплетение. И даже если мы соглашаем с авторкой, адвокатесой или докторкой, то они остаются недовольны и множественным числом. Ну, например, фраза «А напишу-ка своим родственникам». И вот эти радфемки говорят «родственникам», а как же «родственницам»? Или говоришь «А напишу-ка я друзьям», а как же «подругам». То есть, понятно, что мы как бы под родственниками подразумеваем всех людей, связанных с нами родственными связями обоих полов. И маму, и папу, и бабушку, и дедушку, и сестру, и брата. Но для феминисток это является оскорбительным, потому что в их понимании ты говоришь только о родственниках мужского пола, как и друзьям. И тут вся загвоздка. Во-первых, гендерное разделение слов во множественном числе приведет к бесполезному потяжелению повседневной речи. То есть, каждый раз, когда вы будете писать или говорить во множественном числе, вам надо будет добавлять еще и женский вариант. Я вчера ходил гулять со своими коллегами и коллегшими, друзьями и подругами, родственниками и родственницами и так далее. Но язык своей эволюции стремится чаще всего к упрощению и сокращению для того, чтобы передавать важную информацию как можно быстрее. Во-вторых, выходом тут могло бы послужить создание универсальных слов, которые будут, например, в среднем роде. Но как они будут существовать с уже имеющимися словами? Смогут они их вытеснить или не смогут? То есть, все это слово будет выглядеть как какое-то лишнее нагромождение на языке, которое, по сути, большинству в реальности не нужно. И вот на все это родфемки оскорбляются. Однако сами они не стесняются оскорблять других. Членоносцы, спермабаки и прочие слова, которые нацелены на оскорбление и нежение мужчин. А некоторые родфемки вообще утверждают, что мужчина аксиоматически является потенциальным насягником. А это уже чистейший сексизм, то есть уже обращенный в сторону мужского населения. Но все это больше относится к оскорблению, так скажем, меньшинств, будь то радикально эфемийских, будь то некоторые члены в это сообщество.